Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Добрый вечер, дорогие друзья В нашей студии что ни день, то музыкальный праздник Это концертный зал в эфирной студии Роман Шахов и Александра Хайрулина Мы вас искренне и радостно приветствуем И действительно счастливы и рады Тому, что сегодняшний концертный зал Имени Зиверт Юлия Зиверт, ты артистка У нас сегодня в гостях Юль, привет Привет, дорога Очень рада тебя приветствовать в нашей студии Телеканала с синхронным вещанием в FM-диапазоне И сразу спешим выразить тебе восхищение По поводу очков Рома тебе уже сказал, я тоже присоединяюсь Это раз Ну а во-вторых, конечно, об успехе колоссальном С которым тебя тоже уже можно поздравить Несмотря на совсем, скажем так, непредложительное Еще твое пребывание на сцене Год Сколько можно, если посчитать? Расскажи о проекте Только в микрофон, Юльчика Лучше будем слышать Хорошо Надо привыкать, да? В своей жизни всегда Говорит, если ты хочешь приручить микрофон Надо периодически на него орать Поэтому Отлично Так вот Ну вообще, в принципе, началось это все это где-то в районе двух лет, наверное, назад Но так на лейбле, на самом первом музыкальном, я год как Так уже занимаюсь именно серьезно И именно как раз лейблом первого музыкального стали появляться те самые клипы, которые ворвались в эфиры телеканала, в том числе и телеканал Страна ФМ Ну а дальше хит-парады, чарты победы и посыпались-посыпались концерты Посыпались Посыпались Выпущен уже EP-альбом «Сияй» Да Четыре трека, в котором поклонники твои обнаружили И, надо сказать честно, среди которых есть и наши сотрудники Затерли их уже, прям грубо выражусь, но это правда, да, дыр практически просто Хотя в цифровом виде это было не просто сделать, но у нас получилось, да Это отлично Да, в общем-то, но ты молодец, ты при этом не останавливаешься на достигнутом Ты продолжаешь работать, радоваться Есть прям новости, новости свежие такие Вот, например, как очень скоро в 20-х числах октября Что случится? Выйдет большой сюрприз Вы, кстати, первая, наверное, сейчас и наши слушатели И вы люди, которые услышат официальное заявление Потому что я долго держала это в тайне Внимание! Внимание, да, совсем скоро, ну, наверное, где-то в 20-х числах ноября Или октября Какой сейчас месяц? Какой год? Октябрь, октябрь, октябрь Октябрь, октябрь Октябрь, октября, друзья, в 20-х числах октября Да Да, в 20-х октября, под конец октября выйдет долгожданный клип на песню «Зеленые волны» Это твой третий официальный клип будет, правильно, по счету? Да Ну, у нас был еще Чак сам первый, но мы снимали его, вопроса нет на телевидении Хотя, может быть, где-то он и был Но он есть в интернете Он есть в интернете, да, но это было такое, самое начало, у нас был один квадрокоптер, одна камера приклеена И много Чаков вносили У кого-то вообще только один телефон и все Юля, у тебя-то как раз уже все было очень посерьезно Слушай, ну Куража там было много, и Чак Норрис там получился прекрасным, очень энергичным Спасибо, мне приятно, да, иногда прям пересмотреть, вспомнить, как все началось Когда не было вот этого, гримеров, куча камер, света Просто вот мы как бы Ну были хорошие тачки, Кураж и хорошие спортивные костюмы В твоих клипах всегда огромное количество танцев, замечательных, с хорошей пластикой А «Зеленые волны» Также мы можем рассчитывать, что увидим тебя в движении Будет ли нижний брейк, да «Зеленые волны» я бы даже, наверное, я бы называю не совсем клипом «Зеленые волны» — это кино Ух ты! Это будет маленькое кино Это мое личное и моей маленькой команды детище Это такое мое первое прям дитя от самого возрождения первой идеи И заканчивая там бессонными ночами по скайпу с ретушерами Ну, в общем, от «А» до «Я», так сказать Это будет, в общем, целая такая история видео Это будет история, да То есть все мои предыдущие клипы, они больше основаны на танцах, на каких-то... Это были как раз-клипы Телодвижениях, да Больше такая была как бы реклама себя, грубо говоря, как артиста, да «Могу вот так», «Могу вот так» Понятно, понятно Многое объясняется сейчас, да А это будет кино Ну, ты же в главной роли? Да Да, потому что иногда бывает, что артист или артистка, знаешь, где-нибудь стоит около дерева И просто или на облаке и поет об этом Мне кажется, это надо делать тогда, когда уже вот твое лицо, знаете, со страной, оно уже надоело всем Тогда можно так Да, но это, естественно, пока в твоем случае Это не в твоем случае, разумеется Ну, что там? Любовная история, скорее всего В клипе? Ну, не совсем Собственно говоря, эту песню, в принципе, да Такой посыл, кто сказал, что любить друзьям нельзя Каждый в любом случае через призму своих каких-то прожитых вещей в жизни Через свой какой-то опыт воспринимает Как бы я закидываю основную идею И каждый человек для себя воспринимает, да, эту мысль по-разному Вот, кто-то думает о том, что это, не знаю, когда люди там дружат и втайне, а не друг к другу, да, какие-то чувства Я вот недавно подкинула своим подписчикам мысль о том, что это вообще возможно, как бы вы не думали о том, что это о любви с межпланетными расами Конечно Потому что кто сказал, что любить друзьям нельзя, наблюдать издалека, да? Как интересно Вот, поэтому вариантов, на самом деле, как бы куча развития этой темы, поэтому здесь такое и о любви, о дружбе, о вечных простых смыслах, все, как я люблю Ну, в общем, заинтриговала, заинтриговала Мы, конечно, будем ждать появления клипа и в нашем эфире в том числе Но сейчас нам пора начинать музыкальную часть нашего эфира, что это будет с удовольствием Начнем мы, наверное, с такой для меня уже старенькой, заезженной пластинки, да, чтобы потом уже разогреться перед EP свежим Начнем с анестезии Отлично Пару кубиков льда Давай, мы наступаем Он был успеть одеть наушники Сомнения в клочья разрываем Эмоции пламя ощущаем Мало времени Падай, падай, где же, ближе Ты зависимый Дай мне, дай мне пульс Услышать меньше, меньше слов Я тебя вижу между строк Я потеряла слово, стоп Видимо, все это любовь Легче, легче взлет Этот окно сбивает с ног И темнота скрывает все Я от тебя с ума сойду Анестезия Все эти кубики льда Твояaby Ell College наполняет меня Стреляешь глазами В ними сходишь с ума Все чувства суммей парализуют Анестезия Все эти кубики льда Твоя аквариạ Наполняет меня Стреляешь глазами В ними сходишь с ума Все чувства в сумме парализуют Вы увидели, как она притонцовывает Сбирались грани между нами И я не помню все детали Тело повелось плавно от твоих касаний Наслаждалась я ритмами твоих желаний Меньше, меньше слов Я тебя вижу между строк Я потеряла слово, стоп Видимо, все это любва Легче, легче, все Этот огонь сбивает снов И темнота скрывает все Я тебя смазываю Анастезия в ней, кубики льда Твоя эхария наполняет меня Стреляешь глазами и не сводишь с ума Все чувства в сумме парализуют Анастезия в ней, кубики льда Твоя эхария наполняет меня Стреляешь глазами и не сводишь с ума Все чувства суммы парализуют Анестезия Анестезия, с ней кубики льда Твоя эфория наполняет меня Стреляешь глазами, ими сводишь с ума Все чувства суммы парализуют Анестезия, с ней кубики льда Твоя эфория наполняет меня Стреляешь глазами, ими сводишь с ума Все чувства суммы парализуют Анестезия, с ней кубики льда Браво! Зивер концертный зал «Страна ФН». Только вчера был, Сашенька, Всемирный день анестезиолога. И вот как раз у нас, да. Посмотри-ка, а почему мы Юлю-то позвали? Ты же помнишь, это главная была причина нашей встречи. Я шучу, конечно же нет. Юля, дорогая, ты же, понимаешь, ты же уникальная артистка на нашей сцене. Российская, потому что у нас нет больше поющих бортпроводниц и стюардесс в прошлом. Ну нет, есть врачи, и анестезиологи, и донтисты, и хирурги, и так далее. И филологи есть, и строители, и архитекторы. Но вот людей с небом так или иначе нет. Ну и сколько лет ты отдала полетам? Сколько миль налетало? Примерно. Жалко, что не было возможности собирать баллы. Как бы они сейчас пригодились. Сейчас бы я тут не сидела. В районе где-то четырех лет я отдала. Ну, так-то международные линии. Или внутренние. Международные, конечно, линии, да. Пошла работать в Рафлот в восемнадцать лет. Очень хотела на халяву улететь в Нью-Йорк. Искренне признаешь, что то что. Скажи, получилось ли и сколько раз. Да, самое интересное, нет. Ну ты же, наверное, хотела там оставить. Я ехала, но я очень много жизненного опыта нагребла за время полетов. Нагребла, это очень серьезно сказать. Расскажи хотя бы немножко тем, кто хочет нагрести. Стоит ли девчонкам идти в бортпроводнице? Что там плюсы, а может быть минусы какие-то? Ну, здесь как бы профессия действительно интересная. Ну, в зависимости от того, что ты хочешь получить, приобрести. То есть у нас были, допустим, сотрудники, которые говорили, там, господи, ненавижу этих людей. Все время они что-то хотят. Ну, опять же, как ты воспринимаешь реальность? То есть я выходила и чувствовала себя хозяйкой, они мои гости. И я должна была их как бы принять. И ты нараспев, да, курица или рыба? Хорошо. Вот, поэтому, на самом деле, ну, очень здорово то, что можно, конечно, много разных всяких мест посмотреть на земле. И я очень большое количество, конечно, вдохновения для музыки начерпала за те годы, которые я летала в работе. А когда вот мне всегда вопрос интересовался, Тюриадес или там весь экипаж может полюбоваться красотами? Только сверху или все-таки? Нет, есть такое понятие, как командировки. И, допустим, рейсы короткие, там, чуть меньше, по-моему, пяти часов, они разворотом идут. То есть сюда обратно ты летишь. А все, что больше, другой экипаж принимает стафету, ты остаешься на несколько дней. Какая прелесть! То есть все, да, допустим, всю там Азию, Шанхай, Пекин, везде по три-четыре дня как бы мы гуляли. Юлечка, ты сама приняла решение уходить или тебя попросили? Ввиду того, что ты появлялась на борту среди пассажиров, и тут же овации бургые возникали уже в какой-то момент, и сказали, Юль, ну прекрати, мы не можем. Хватит раздавать автограф, и самолет затерживается. Нет, я сама приняла, да, решение, просто, ну так, по внутреннему ощущению, просто в какой-то момент почувствовала, что я получила как бы там все, что мне... Все, что хотелось, да. Все, что хотела, и мне нужно куда-то двигаться дальше. Да, ну что, меня душа-то на сцену звала, вот, конечно, сразу музыку не получилось, были танцы, был буквальный период. То есть прям с небес на землю буквально душа валачила. Да, я просто понимаю, что как бы я там пойду по салону обслужу, потом на кухонке присяду и песенки пою в иллюминатор. И напимать всем, да, как бы потом уже просто внутренний мир он, конечно, взял верх над всеми. Ну очень трогательные у тебя посты в соцсетях, вот в Инстаграм, особенно когда последний, когда ты как раз уже ушла, да, из аэрофлота, и прям, не знаю, у меня лично, например, защемило сердце. И самолетом в обнимку там все это красивое. Да, там какая-то черно-белая, и грусть какая-то в этом есть. Но, ну, я думаю, что ты не жалеешь нисколько, да, ни о полученном опыте, ни об этом периоде в жизни. Да, конечно. Ну, а спрашивать, скучаешь? Нет, наверное, тоже глупо. Наверное, нет. Какая скуча? Тем более, что, благо, ты же допущена к полетам, в принципе, то есть ты же все равно можешь перемещаться, нет запрета летать, и делаешь это, ну, естественно, благодаря гастролям и путешествиям своим. У нас прям коротенькая пауза, оставайтесь с нами. У нас сегодня Зиверт в гостях, и, конечно, будут еще песни. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья, Зиверт в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы сегодня слушаем замечательные музыки, музыку разговариваем. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы, можно написать Юле в контакте Страна.ФМ. Есть публикация, посвященная ее визиту. Да, пишите. Да, ну а пока вы пишете, мы, конечно, спешим попросить Юлю что-то исполнить. Что будет у нас дальше в трек-листе, в списке? Дальше одна, наверное, из моих любимых. Это не совсем о песне, это ремейк, так сказать, современный, но очень старую, любимую, не только, я думаю, мной, а многими людьми вообще на нашей стороне песню Ксима Данаевского «Ветер перемен». У меня выпала такая тщательно. Я считаю, в моей жизни дать новое дыхание этой песне. Да, и уже исполнить на центральных федеральных каналах даже. Исполнить на стороне ФМ. Ой, нам тоже с удовольствием, конечно. Мне хочется послушать это. Внимание! Кружит земля Кружит земля Как в детстве карусель Как в детстве карусель А над землей А над землей Кружат ветра потерь Кружат ветра потерь Ведь вокруг всех уже растет А слуха бит без зла Лучше бы нам о них не знать Им нет числа Им нет числа Спасят из всех Взять за людей Взрывая дверь с бедей Кружа надежды Ничего не будет И внушая страх Осколки на свет Взять за голову Кружат ветра Кружат ветра Сотни лет Сотни лет И день, и ночь Вращается Карусель Карусель Земля Сотни лет Сотни лет Сотни лет Все ветры Возвращаются На круги На круги Своя Самое главное Чтобы ко всем Теплый ветер перемен Ласковый и дружный Заходился к нам Домой Сотни лет Но есть на свет Но есть на свет Ветер перемен Ветер перемен Он прилетит Он прилетит Прогнав ветра измен Прогнав ветра измен Разбеет он И свет Будет помен Когда придет пора Ну а пока Он в других мирах Ветра разлук Побит ветра Сотни лет Сотни лет И день, и ночь Вращается Карусель Карусель Земля Сотни лет Сотни лет Все ветры Возвращаются На круги На круги Своя Завтра ветер Ветер переменится Завтра В прошлом В взамен Он придет Он будет Добрый Ласковый Ветер Ветер перемен Завтра Прочтение новой жизни. И, судя по всему, тебе эта песня с детства нравилась, мне так кажется. По-другому невозможно. С детства, конечно. Мэри Поппинс. Есть какие-то... Особенно ее образы. Образы для несовершенства. Деревки, пальто, зонтики. Все это я очень сильно люблю. Слушай, ну ты же... Есть еще какие-то любимые песни у тебя из детства оставшиеся? Извините, Роман. Я вот всегда, когда у меня плохое настроение бывает, когда трудности. Я прям по городу иду, и на вид города... От улыбки станет всем светлее. Да, вор, как обрелись. И слону и даже маленькой улитке. Вот. Как красиво. Ее нужно тоже тебе обязательно взять в программу. Ремейк, да? Да, конечно. Слушай, действительно, и радуга. И радуга в декорациях. Я хотел спросить, ты заговорила про Мэри Поппинс, про ее образ. Ты же училась на человека, который разбирается в дизайне одежды, в институте. Как так получилось? Расскажи, почему туда пошла? Почему не музыка? Почему не что-то еще? А вот именно туда. Как так? Вопрос в том, почему вот не музыка, да, остается вообще загадкой для меня. Самой даже. Посидеть, потому что, ну, то есть действительно была вот, ну, вот такой кнопкой на табуретке. И с детства, лак для волос мамин в руках. И все праздники, и не праздники. Да, то есть как бы, ну, с меня вешались все родственники, их друзья, потому что я не давала никому общаться. Все должны были слушать мои песни, которые я выдумывала вот на одной ходу. Вот, поэтому как бы почему каким-то вот чудесным образом за всю свою, да, юность я не попала ни в музыкальную школу, никуда, неизвестна. Это загадка, хотя ходила я на все возможные кружки, там, и рисование, и фигурное катание, и все танцы, которые там только существуют. Но, видимо, так должно было, да, так, наверное, задумала вселенная, что я просто должна была к музыке, я считаю, прийти в каком-то очень осознанном уже возрасте, пройдя вот все свои, да, там, разные пути, которые я в какой-то момент понимала, что это все равно не мое, все равно не мое. Вот, и я на самом деле очень рада, что я к музыке пришла в таком осознанном возрасте с какими-то пониманиями в голове, потому что, конечно, попала бы я вот так. Вот, лет в 20 в шоу-бизнес, ну, я думаю, все было бы совсем по-другому. Совсем бы не тот посыл бы я несла, а тот, который я могу нести сейчас с высоты своих прожитых лет. С высоты опыта своего. И знаешь, вот еще, ты же признавалась в своих интервью, что было у тебя опасение, не боялась, ты было опасение, что педагоги по вокалу могут испортить твой голос, вмешаться вот в его природу, таким образом помешать. Может быть, и поэтому как раз ты интуитивно обходила стороной все эти вокальные кружки и так далее? Может быть, да. И на эту тему были опасения, потому что несколько раз я приходила, и мне прям говорили, ой, там, зачем ты здесь делаешь вот так, а я, в смысле, ну, я считаю, что надо делать так, как у тебя льется изнутри. Юнечка, ну ты же нашла сейчас уже там студию, да. Я нашла, да, я хожу к замечательному педагогу по вокалу, который действительно, ну, то есть я вот за последний год, ну, ощущаю прогресс, ну, плюс я все время в музыке, то есть мы там или на студии что-то делаем, что-то придумываем, да, что-то записываем, то я в диктофон там что-то иду на лету, да, пишу. И постоянно, то есть она прям приобретается, приобретается все больше музыкальность, то есть я больше слышу каких-то очень тонких, там, нот, полу-нот, вещи, которые я раньше, то есть для меня были непонятные. И здорово, я прям ощущаю, да, какой-то прогресс происходит, потому что я говорила публике, что я расту, грубо говоря, у них на глазах. Да. Потому что, так, как я говорила, потому что артистка, я все-таки родилась, а музыкантом я становлюсь вот сейчас, в знаете, в возрасте, поэтому... Хорошо сказано, да. А скажи, а те вот самые моменты, и те педагоги, которые говорили тебе, не-не-не, не так, Юля, мы сейчас забываем все, что ты умела, и начинаем заново. И давай поем, распеваем все вот гамма, когда они, ну, пытались изменить твою природу, ты разочаровывалась в них, или у тебя появлялась неуверенность в себе в эти моменты? В себе нет. Нет. То есть ты сразу понимала, о, тетенька, это вы ошибаетесь, я пошла, и найду себе другого педагога. Это не та тетенька, Юля, да. Я чувствую, что я хочу, я очень сильно энергетически как-то чувствую. То есть если я пришла в какое-то место, я понимаю, что это мое место, все, я дома. Ну, то есть у меня сразу все отклики, все фибры души, они говорят, все, они говорят, расслабляйся, ты дома. Поэтому оно сразу чувствуется интуитивно, как бы, с тем ты человеком связываешься или нет. Вот, поэтому... Тонкий очень человек, очень тонкий и талантливый, зиверт. Мы прервемся ненадолго, и очень скоро вернемся в студию, будьте с нами. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья, зиверт по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. И на очереди у нас следующее музыкальное произведение. Очень важное музыкальное произведение в преддверии выхода нашего маленького кино. Это, кстати, мой самый любимый трек. Не только из-за пи, а вообще, в принципе. И перед треком, по традиции, такие четыре важные строчки, которые, кстати, собственно говоря, описывают, вот почему называется «Эпи сияй». Тишина. Сияет не сплав на изысканной шее. Не золото наших побед. Никто не придумал сиянье теплее, чем чистого сердца, пронзающий свет. Там, где не было солнца, там будет рассвет, Так монотонно, там, где на снег зеленые волны, Так манят на берег. Вдаль, туда, где художник висует дождем, Странные мысли окажутся злом. Если все просто, то почему стоп? Почему стоп? Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Никому глаза не расскажут наш маршрут. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Никому глаза не расскажут наш маршрут. Там, где тихая капань забытой мечты, Будет так близко, но через очки, Так мало смысла, где много любви. Там, где не было солнца, там будет рассвет, Так монотонно, там, где на снег зеленые волны, Так манят на берег. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Никому глаза не расскажут наш маршрут. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Никому глаза не расскажут наш маршрут. Наблюдать издалека. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Никому глаза не расскажут наш маршрут Кто сказал, что любить друзьям нельзя Наблюдать издалека Никому глаза не расскажут наш маршрут Зиме, друзья! Зеленые волны, концертный зал, телерадио-канал «Страна-ФМ» И ближе к концу октября премьера клипа на эту песню Интересно посмотреть этот маршрут Да, мы его увидим, друзья, и вы не пропускайте Представляете, как мое терпение, что никогда мне в жизни еще ничего не хотелось настолько показать Юль, по поводу стихов Музыка у тебя в какое-то время появилась в жизни? Стихи до или после музыки? Как вообще случилось с тем, что ты стала писать? Ну, в принципе, я как бы на музыку сейчас только начинаю писать Я какие-то вещи пишу, то есть вместе с командой мы преобразовываем Я могу вкинуть какие-то две строчки Кто-то подхватит, и как-то все так может экспромтом складываться Я, конечно, ну, это у меня в планах В дальнейшую какую-то песню написать целиком Ух ты! Спасибо, желаем вдохновения Самое, спасибо большое Наработок, конечно, куча Надо просто это все, да, в какой-то момент, чтобы ты раз и собралась А так, стихи, да, в принципе, с детства я со школы писала Но мне как-то, у меня ближе стихотворная форма, то есть, да Чем уже именно музыкальный текст Там уже нужно думать о том, как это фонетически звучит Ну, да, да, да То есть там много своих очень Особенностей, да Особенностей, да А стихи, ну, в принципе, да, с юности Ну, опять же, я не пишу постоянно То есть это наплывами происходит Ну, или пишется, или не пишется А давайте поговорим про твою замечательную хореографию Это же видно невооруженным глазом, что это не просто там было отрепетировано Это профессионально все, да Какому-то там клипу к съемкам, да, концертам Видно, с самого детства, да, мне кажется, тоже занятие Или нет? Или талант просто такой, который спал, потом проснулся Как первый раз моя бабушка мне лет, наверное, в год, наверное, в четыре Она мне шьет, очень красивая Она мне сшила такую лимонную балетную пачку Балетную, все-таки видела она в тебе балерину? Все, вот оттуда понеслось как раз Когда я первый раз надела балетную пачку Я занималась и балетом в детстве И долгое время занималась бальными танцами Потом уже стало меня интересовать какие-то направления хип-хоп Уже что-то более такое брутальное Ну, какой-то джаз-модерн, что-то, мне кажется, тоже это все есть у тебя Ну, это может быть из-за того, что микс вот такой у меня всего произошел Оно где-то теперь, да, вылазит Все смешалось Я просто, натура такая, как губка Я вижу Ты присваиваешь все Впитываю, да, сразу же То есть я раз, ой, там что-то увидела, у меня где-то это отложилось Потом это где-то вылазит каких-то Ну, красиво вылазит Да, вылазит, надо сказать Очень красиво, вылазит, поэтому Да, девчонки, хотите быть в чудесной форме, занимайтесь танцами Посмотрите на Зиверт, да Юля, что касается твоих выступлений и клипов твоих Это полностью твоя хореография или все-таки здесь привлекается некая помощь со стороны Постановку, я имею в виду То, что касается концертов Именно на концерте У меня есть две замечательные танцовщицы Да Космические леди с белыми дрядами Вот, одна из них, вот, Лена Это наш хореограф проекта Собственно говоря, мы, конечно же, проводим по будням время в репетиционном зале И готовим сейчас и новые номера И насыщаем предыдущие Вот Она занимается именно постановкой всех этих вещей Но, как бы, у нас это происходит, опять же, в творческом таком потоке Где-то что-то я могу подкинуть Где-то еще вот Вика Ну, такая нормальная, творческая, дружеская атмосфера Без всяких там, что-то такое Это я не буду танцевать Нет Такого у нас нету Я, в принципе, искала таких людей Чтобы все вот было Как по волнам Да, чтобы команда такая была хорошая А что касается клипов Это все мое Пока что Но, как бы, не было таких каких-то массовых установок То есть, допустим, еще хочу клипе я одна И там уже все происходило экспромтом Я то, что чувствовала, то и делала Только ты режиссер, оператор, да И, в общем, тебя не ограничивали Ну, если только пространство тебя могло ограничить Чтоб ты не укатилась никуда там далеко А так, в общем Ну, надо сказать, что этот клип, он какой-то такой особенный И песня вообще Спасибо Мне кажется, какая-то уникальная до сих пор И что самое классное и уникальное Это то, что не надоедает Она, может быть, 200 раз звучит в день Это приятно Да, говорю искренне, как есть Что мы сейчас послушаем, Юль? Мы сейчас послушаем Сейчас мы спросим у звукорежиссера Что мы сейчас послушаем Да, у нас звукорежиссер сегодня Любимые песни заказывает У Зиверт, у любимой артистки Я думаю, что дальше, наверное Дальше Вот, я угадала Дальше будем сиять Ура Дорогие друзья Хочется, как будто, вот, повыше О, давай Отлично Все получилось Поехали Готовы сиять со стороной ФМ В эту ночь Сияй Ярче О, с луна Нужен он Леон Бесконечный закон Притяжение Пары как НЛО Празднуют цвет Ныне он Я как Хамелеон Прозрачно, безответно, я к танцам на колоках Непрерывный полет фантаций В эту ночь никто не спит, музыка как просто флирт Все вокруг агенты смит, кто из нас усилит? В эту ночь быть маньяком, свет и музыка как фон Чтобы ты не видел то, умножай на сто В эту ночь сияй Ярче звезд у нас Нужен он ли он? Бесконечный закон Притяжение в эту ночь сияй Ярче звезд у нас Нужен он ли он? Бесконечный закон Притяжение А вокруг фигуры этому мальчику бы надул Но он глупый для ду У меня так на дисках группу тату Ему именно ту, именно ту В эту ночь никто не спит, музыка как будто флирт Все вокруг агенты смит, кто из нас усилит? В эту ночь быть маньяком, свет и музыка как фон Чтобы ты не видел то, умножай на сто В эту ночь сияй Ярче звезд у нас Нужен он ли он? Бесконечный закон Притяжение в эту ночь сияй Ярче звезд у нас Нужен он ли он? Нужен он ли он? Бесконечный закон Притяжение в эту ночь сияй Ярче звезд у нас Нужен он ли он? Бесконечный закон Притяжение в эту ночь сияй Зawyр Бесконечный закон Притяжение в эту ночь сияй Сияй, друзья, сияйте вместе с альбомом «Арсистки» с таким же названием «Сияй». Она сияет на концертных площадках страны. Юлечка, расскажи, пожалуйста, правда ли, что мама после твоего первого концерта сделала тебе дорожку из лепестков роз? Ой, сейчас слушает, будет ржать. Мам, привет! Маме привет, да! Мама Ирма, чудесная мама. И ваша такая невероятная связь, она, конечно, видна. Я же имя сдаю, мам, ты поняла. Конечно, маме Ирме, большой привет! Как так получилось? Ну, блин, мама, я вообще такой человек, который мне, наверное, мне кажется, вот благодаря такому воспитанию у меня вот раскрывается все вот, да, то есть как, ну, как ребенок, и вот она меня никогда не ограничивала. То есть я, типа, хочешь танц, хочешь это, пачка, да, то есть как бы... Хочешь балетную пачку, хочешь, чтобы уредка, пой. Мой внутренний мир не забирали никуда, ему давали развиваться так, как, да, как вот моя душа требовала это. Вот, за это, конечно, огромное спасибо. Ну и да, мама меня всегда поддерживает. Она мне с детства говорила, что я звезда. Ну, мама была права, она же видела это, просто видела и слышала. А скажи, ну, неужели вообще нет ничего, в чем бы могла тебя покритиковать мама на себе? Например, сказать, Юль, ну, эта песня, мне кажется, не твоя. Или что-нибудь в этом духе? Ну, ну, у нас в принципе сходят совсем не то, чтобы... Нет, ей нравится все, что я делаю. Ну, допустим, как бы, естественно, с появлением, допустим, зеленых волн там еще хочу, да, и вот, ну, EP, где уже более какие-то глубокие вещи, да, то есть обсуждаются какие-то более жизненные темы. И все это вытащено как бы более изнутри, ну, то есть она говорит, по сравнению с этим, допустим, даже твоя предыдущая анестезия, она там пластмассовая уже окажется. Вот, ну, как бы, и я так считаю, в принципе, да, то есть в любом случае, может быть, через там какое-то время я начну писать о таких глубочайших вещах, что я буду как бы слушать еще хочу и думаю, господи. И а ты тоже детский сад был, да? Вот, поэтому в любом случае мы же как бы, да, не стоим на месте, растем, и поэтому просто... Ну, это правильно. Да, ты становишься лучше, тебе кажется, в предыдущем что-то делал, типа... Замечен в соцсетях был также дедушка. Дедушка, да, конечно. Замечательный дед, да? Они тоже слушают. Дедушка, бабушка, вас люблю очень. Они тоже слушают, тоже огромнейший привет. Скажи, ну, я так понимаю, что они-то еще более, наверное, тебя любили, ласкали и баловали, чем родители. Ну, так обычно бывает в других семьях. И точно, наверное, тоже хвалят после выхода любой песни, любого выступления. Конечно, бабушка у меня вообще человек, который мне с детства прививала любовь к музыке. Ну, мы помним пачку, да, сшитую, конечно. Вот, и к музыке, она очень красиво вот сшила и пела. И пела сама. Мне передалось, видимо, и ручки, и голос. Вот, да, бабушка, я помню эти вечера вот на даче, когда она... Я до сих пор помню все вот эти вот военные песни советские, старые, потому что с детства она меня учила. И вот как правильно интонация, как с душой петь, вот она меня учила. Слушай, ну, мне кажется, это лучшие педагоги, которые могут быть, это бабушки наши дорогие. Юлечка. Ну, вообще, такой излюбленный ребенок с детства. И поэтому уверенный в себе и действительно талантливый. Прекрасная история. Расскажи, сколько лет было ребенку, когда вот на пять лет ты уезжала из Москвы в Одессу? Вот этот вот свой период, Даша. Ну, это была начальная школа. Начальная школа, третий, там, второй, третий, по-моему, четвертый класс. Ну, как тебе, Одесса, что тебе дала? Вот этот колорит, может быть, как-то... Ой, я очень сильно люблю этот город. И мне очень не хотелось уезжать, я помню, оттуда в Москву. Это было маленькое. Потому что, как бы... Солнце. Что можно придумать лучше, чем после школы делать уроки на пляже, как бы, да? То есть мы шли сразу на пляж, расцвелали, я там уроки делала, как бы, на берегу. Вот. Ну, и вообще, люди там здоровские, конечно. Я вообще очень люблю южный вот этот менталитет. Я и сама такая, как бы, хотя родилась в Москве, но корней у меня много разных, как бы. Я считаю, что у меня все-таки тоже ближе к такому южному менталитету. Люди какие-то более раскованные, добрые, открытые. Ну, возможности это здесь все-таки побольше, в Москве. Это, конечно. А тем более у артистки, мне кажется. Мы надеемся, что какую-нибудь колоритную такую южную песенку ты сделаешь, и одессит тоже ее оценит, и дополнительные лайки у тебя будут и просмотры. Юль, но мы еще с тобой не сказали про выход нового трека, который также не за горами. Новый трек, конечно, не за горами. Мои подписчики уже, мне кажется, замучились ждать, пока мы готовили свое кино на зеленые волны. Конечно же, я тоже считаю, что подоспело время что-то новое привнести в музыку. И да, новый трек будет, он будет скоро, я думаю, практически сразу после выпуска клипа, сразу же еще одна радость в виде новой песни. Практически сразу, да, еще там нам надо некоторые работы над ним провести. Но это будет более лирическая история. Здорово. Но опять же, такое любимое мое настроение — светлая грусть. Светлая грусть. А сейчас какое настроение будет в треке, который мы услышим? Да, в нашей музыке. Сейчас. Так, если мы далее исполняем. Да, там в наушниках подсказка, да. Океан. Угадали? Что там говорят тебе? Я угадаю, это мелодия. Все. Мы слухаем, а потом я расскажу. Хорошо. Слов о этой песне замечательные. Какой ты все же смелый, раз уловил мою волну. Она безумно слепит, как смог на ней быть, и как не утонул. Какой ты все же смелый, как ты стихию обманул. Я берегу, на берегу, океан твой. Я ныряю в океан в тебе. Мы лишь знаем, как светло на дне. Там, где гаснет наш волшебный свет. Во вселенной этой дочке нет. Ну почему так редко Тебе все это говорю С тобой я на воле Уже не помню Когда с тебя на мир смотрю Ну почему так редко Мы ценим то, что уже есть Если любовь Это внутри Она здесь Я ныряю в океан в тебе Мы лишь знаем, как светло на дне Там, где гаснет наш волшебный свет Во вселенной этой дочке нет Я ныряю в океан в тебе Я ныряю в океан в тебе Я ныряю в океан в тебе Там, где гаснет наш волшебный свет Во вселенной этой дочке нет Браво! Зиверт! Зиверт концертный зал Страна FM Я не понимаю, почему не сделали Юлю, Зиверт Своим официальным лицом Компания Аэрофлот Мне кажется, ты уже должна на всех самолетах Красиво вот так вот висеть лицо А по-другому никак Только красиво, конечно, будет Ну а кем еще гордится моя компания Понятно, самолетами, да С всеми сотрудниками, пилотами Но Юль, мне кажется, могла бы стать Вот действительно лицом Скорее всего, теперь на корпоративе Будете встречаться С бывшими коллегами Так что, да Приглашайте Приглашайте По поводу концертов Расскажи, когда, что, где Да, ближайшие Когда, что, где В гастрольные грузчики Все на специальных сетях Я тебе знаю, что я в пятницу Стандартно улетаю куда-то на гастроли Я в четверг вечером Посмотрю, куда летим Так, брать с обыкутку, шуму Или купальник В городе шахты Выход в субботу В Москве 19-го в Москве Да Значит, ресторан-бар «Мишель» Начало в 22 часа Спасибо Огромное Чтобы ты не забыла А то мы придем Ты забыла А артистка в шахтах еще, да Нагодится И как-то Они собираются возвращаться Юль, ну что для тебя встречи С твоими поклонниками Вот сейчас Ты же их все больше и больше Видишь уже в лицо Видишь их глаза Видишь их, не знаю, улыбки Там Крики Восторги Писки Автографы раздаешь, конечно Блин, я вот Честно хочу сказать Это такой кайф Такой кайф На самом деле Ну вот сейчас все больше и больше Появляется Самое главное Что как бы Не просто людей Которым там Ну не знаю Нравится моя там Внешность Да Там Даже просто песни Там, да Или как я исполняю Действительно Прям вот я понимаю Что я обрастаю публикой Которые чувствуют Которые вот Да То есть все посылы Они переживают Я понимаю Что они каждую мурашку Ощущают так же Как я И вот это Вот это действительно Такой Типа я называю Обмен энергией Настоящее От которого заряжаешься Сумасшедшим образом То есть да Бывают ты Не знаю Там Перелеты Недосыпы Да Все дела Ты вот так уже есть Думаешь так Сейчас еще концерт Выходишь на сцену Все И ты просто Ты дополняешься Энергетику Да Ты как бы забываешься на свете У тебя все трудности От тебя отпускать в секунду И Конечно Да В общем спасибо всем Кто Кто любит Кто приходит Которые присоединяются Потихоньку Или уже присоединились Вот Ну вы и есть заряд Для артиста Это очень круто По поводу заряда И энергии мы еще поговорим Маленькая пауза Ну а потом продолжим Студия 89,9 Концертный зал Итак Дорогие друзья Зиверт В гостях у страны FM Вот что значит Зиверт Количество энергии Поглощенное Килограммом Биологической ткани Равное по воздействию Поглощенной дозе Гамма-излучения И теперь еще раз И помедленнее Пожалуйста Это очень Это записываю Это про энергию Понимаешь Вот тебе пожалуйста Энергия Причем Кстати самое интересное Что все видимо так и есть Да Ну как Все таки поверим википедии Да Я думаю Она не врет Я причем На самом деле Узнала-то об этом Достаточно недавно Что Такое значение есть Это вообще детская фамилия Моя мама Вот так И как бы Я себе просила Эту фамилию И буквально недавно И буквально недавно Да Я просто Да Забью гугли Кто еще есть Зиверт Мужские компании Что Родственники найдутся Какие-нибудь Как В Нью-Йорке Да Очень богатые Обеспеченные Конечно И как оказалось Да Что еще Вот так вот Все совпало Что это Какая-то единица Измерения По-моему Да А Зиверт Это что за фамилия Это Шведская Наверное Там В Стокгольме Где-то Немецкая То есть тебе Немецкие корни Ты вот уже Проговорила Что У тебя Очень много Крови Какие еще есть Немецкие Какие-то По-моему На линии Там поляки По-моему Или польские А с папиной стороны Кранские Цыганских Чуть-чуть Вот как Как и показывает Уже практика Чем больше Кровей намешан Тем талантливее Красивее Просто человек Талантливый Чечки порозовей Талантлив во всем Скажи Как твои таланты Сейчас реализуются В исполнительском Искусстве На синтезаторе Который ждет Твоего внимания Да Юлечка Мы Любители Фортепианной музыки Вопрошаем Когда Когда-нибудь Обещаю Страна Когда-нибудь Я это сделаю Пока стоим Ждем Лучших времен Вдохновение Со временем Сейчас Как бы Уже такой момент Что Ну понятно Тут клип Тут песня Тут гастроли Гастроли конечно Очень хочется На самом деле У меня пункт Есть А владеть Синтезатором Ну хотя бы так Что я не говорю Что может быть Конечно надо играть С детства Чтобы Да Может быть Нет Надо играть с детства Если ты хочешь Потом выступать Симфоническим оркестром Но уметь себе Аккомпанировать Аккомпанировать Я просто люблю Джазовое Соло Исполнение Как-нибудь Где-нибудь Сесть За синтезатор И уметь Себе подыграть И как забыть Юльзи Юльзи А то ты классно Двигаешься И танцуешь Зачем Пусть тебе подыгрывают Один твой подход К синтезатору Это уже будет И все легли уже Вообще просто У меня такая Просто всегда Вот в мечтах Есть картинка Вот у меня Платье с открытой спиной Рояль Шляпа Правильно выстроенный свет Да И джаз Да обязательно Когда-нибудь Да Ну ты поешь джаз Хотя бы напеваешь Что-нибудь там Такое Конечно Я в принципе Всю свою жизнь Как бы Пою на английском Я еще люблю язык Этот Это был мой любимый Предмет в школе И как-то он мне Вот ну Хорошо дается И произношение И все Как-то с детства Вот Потому что в прошлой жизни Я явно была Какой-то черной женщиной Мне кажется Все может быть Да По всем моим ощущениям Внутренним Ты же хотела Поэтому в Нью-Йорке Остаться жить Улететь туда Да По работе И не вернуться Собственно говоря Вот я когда просто Уже стала Ну потому что На российской страде Надо как-то делать Русскую музыку Ну да Начинать хотя бы С нее как минимум Да И я грубо говоря Ну переучилась Петь заново Мне трудно Поначалу было Петь на русском Английский Конечно Более певучий Фонетический И вот Но в дальнейшем Конечно Я очень хочу Какой-нибудь Англоязычный альбом Вот Соловый Красивый Мне кажется Очень хорошо У тебя получится Потому что голос У тебя узнаваемый И он такой Какой-то прям Да Классный На что-то Кроме музыки У тебя Есть вообще Время В твоей жизни Есть Что еще Тебя увлекает Ну-ка расскажи Любой Поспать Очень люблю Спать Танцы Сон Это да Танцы Сон Ну периодически Немножко шью Поскольку все-таки Но все-таки Образование у тебя И бабушка Вот Ну это когда Прям вот Реально есть куча времени Ты же еще флорист Было дело Было дело Да Реально похватало Вот просто Откуда только можно Составляла букетики В свое время Юль Ну в планах есть Я уж не знаю Как магазины цветов Там какие-то бутики Флористические Но Свою линейку одежды Наверняка Мысль есть Этого работа ведется Где-то вычитали Ведется работа Нет Нет Я просто вижу И логически Тут все складывается Здесь все складывается То есть как бы Для себя Столько Да Такие прям Пойдут уже Действительно Серьезные гонорары Да И заработки И будет раскручено Круто имя Потому что Все-таки Ну может быть Когда как раз Компания Airflot Присоединится уже К продвижению Ты говори в микрофон Чтобы слышали На звуке Корпорация Зивер Да Когда случится Вот повсюду будет Конечно Первое дело Какая-то отрасль Куда мне хотелось бы Вложиться Это конечно же Пашив одежды Для кого Скажи Кто Кто сейчас Правим Первым ожидать Мужчины Девчонки Мужчины всегда Вделяют Я скажу Ну конечно Или собачки Если получится так Что будут работать Большая команда Опять же Ну как бы Я Больше все-таки Конечно по женской Адель Смотри Как бы было бы хорошо Зивер Мужская коллекция То есть голос У тебя есть уже Официальный Слушай Не тот человек Который в конце Говорит Букмекерская компания Он много где говорит Да Это я заслужила Перед сериалами Каждый раз Давай Сейчас Попоем лучше Заговорились Попоем Да У нас Я не знаю Когда вот такие Замечательные люди Время летит Крайне быстро И заканчивается Эфир Мы тебя искренне Благодарим Мы правда Тебя ждали Очень давно Мы очень рады Твоему появлению На российской сцене Разумеется В эфире Телерадиоканал Страна ФМ Конечно Хочется только пожелать Тебе прям удачи 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 Пусть воплощаются Твои творческие задумки Которые касаются Сцены Которые касаются И дизайна одежды И вообще все Что задумаешь Мы очень тебе рады Всегда И ждем твоего клипа Зеленые волны Очень скоро И новую лирическую песню Тоже ждем Тоже ждем Огромную А девятнадцатого Концерт не забудь А что сейчас мы послушаем Сейчас я передам Что придет своей сестренке Любимой Давай Я все сказала Бабушке, девушке, маме Что всех люблю Как зовут сестренку? Сестра и сестру зовут Диана Диана Чем она занимается? Она в итоге Она мой духовный наставник Это очень ответственно Есть у меня такой Мозгоправ Самый настоящий А что за песня-то будет? Скажи, пожалуйста Ну и напоследок Спасибо Отдельно за это Я просто хотела сказать И не могу не промолчать Две секунды буквально Совсем недавно Нам на канал прислали клип Артистки Новый Молодой Еще совершенно Просто практически Один в один Клип Зеверт Ну я не знаю Как так можно? Зеверт? Да Ребята Не перестаньте копировать Друг друга Ну в общем Да Хоть и год прошел уже клип Но все равно Он еще крутит Зеверт Берите пример Да Но не снизрите Спасибо Спасибо Жажда невыносимо Не терясь Я и ты Давай не думать ни о чем Кроме нашей планеты Утонем в унисон Вместе с нашим секретом Что бы там ни было Падать ним небом Мы убираем секрет Я и ты Другими Другими Вот при тебе Мой рок-н-ролл От А до Я Твой личный сорт Мы до краев Нам крыша рвет Хочу Еще Клоток Мы все тянем резину На шкаф Не только тактильные Знают все твои точки Ты поддаться не прочь Мне прочту Межрок Любой Намек Еще Хочу Давай не думать ни о чем Кроме нашей планеты Утонем в унисон Вместе с нашим секретом Что бы там ни было, падать не небом Мы стираемся взглядом, я и ты Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты Утонем в унисон вместе с нашим секретом Что бы там ни было, падать не небом Мы стираемся взглядом, я и ты Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты Утонем в унисон вместе с нашим секретом И что бы там ни было, падать не небом Мы стираемся взглядом, я и ты Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты Зивер, друзья! Браво! Спасибо большое! Юрий Зивер, страна FM, концертный зал! Здорово! Студия 89,9. Концертный зал.